Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра и Диорамы. Сегодня мы с вами поговорим о продукции фирмы Redgrass, который занимается именно продуктами для моделистов, художников. Не такой большой ассортимент, но в принципе очень интересный. Первое, что хотелось бы вам показать, это влажные палитры от данного производителя. Мне прислали XL, но XL не каждому подойдет, потому что для этого нужен большой стул, то есть приличное рабочее место. Для тех, кто не знаком вообще с влажными палитрами, с их назначением, я вкратце объясню, но чуть позже. То есть влажный палитр от этой фирмы, которая идет в Studio XL, вот такого формата. Это формат практически А4. Также идет в комплекте насадка на магнитах для инков, проливок и прочего. То есть тоже очень довольно-таки аккуратно. Также в комплекте идет 50 листов для влажной палитры, то есть непосредственно для краски, и две губки. То есть по большому счету этого должно хватить надолго. А теперь разберемся, для чего же все-таки влажная палитра используется. Это тем, кто не знаком вообще с данным понятием, данная палитра влажная нужна для того, чтобы работать удобно и долго. То есть акрил сам по себе очень быстро высыхает. Многие пользуются подобными палитрами, вот такая интерактив алюминиевыми, но в них краска подсыхает, то есть как бы пользоваться можно, но она подсыхает. Поэтому мир не стоит на месте, и люди создали влажную палитру. Влажная палитра состоит из губки, которую я вам показывал. Это она уже немного подсохла. Губки и сверху кладется пергамент, то есть 50 листов, которые идут в комплект. Для чего нужна подобная вещь? Для того, чтобы можно было долго работать с краской, она не высыхает. Если вы закроете крышку, которая прорезинена и в комплекте еще идет резинка для более плотного прижима, то ваша краска может не высыхать, в принципе, наверное, даже около недели или полутора недель, но нужно подливать воду. На пергаменте можно создавать цветовые градиенты, чтобы вы могли использовать весь спектр, какой вам необходим. В будущем, возможно, мы с этим поработаем. Я вам это покажу. То есть крайне удобная, крайне хорошая влажная палитра. Я уже ей поработал. Это уже новый лист. То есть я расписал пару фигур с нее. Мне этой площади, конечно же, хватает, потому что я люблю использовать весь спектр цветов, то есть которые вообще есть. Но для обычного пользователя, который особо не занимается там какой-то масштабной росписью или которому достаточно там 5-6 оттенков, можно приобрести обычную палитру влажную от Redgrass. Она идет в половину меньше, где-то вот такого вот размера, в половину от этой. Вы закончили когда работу палитрой, вы ее закрыли и отставили в сторону. То есть в течение недели это гарантированно, то есть это 100% краска у вас внутри не высохнет. То есть вы можете в любое время ее открыть и начать пользоваться. Довольно таки интересное решение. Подобные вещи есть еще на Aliexpress, но мне данный палитр понравился больше. Но это все вкусовщина. Также сейчас огромный выбор палитр. Можете сделать сами или приобрести от других фирм. Это не имеет значения. То есть здесь уже идет вкусовщина, по большому счету. Назначения у них у всех одинаковые. Также Redgrass делает держалки. Кстати, вторая версия держалок у них идет уже с магнитами. То есть магнит приклеивается на ваше рабочее место. И держалка к нему примагничивается, чтобы фигура у вас не упала. Кстати, магнит держится очень хорошо. Держалка с вращением. То есть вы можете спокойно работать со своей фигурой. В комплекте идет еще что-то напоминающее BlueTag. То есть вы можете фигуру спокойно зафиксировать с помощью этого материала. И пользоваться как вам удобно. Единственное, мне не понравилось, что сам колдер немного маловат. То есть под крупную руку довольно-таки приходится держать двумя пальцами. Но в чем удобство? В том, что вы можете всегда снять эту насадку, если вы работаете с несколькими фигурами. И фирма предлагает приобрести вот такой вот сет, состоящий из двух дополнительных насадок и еще материала к ним. То есть чтобы можно было спокойно работать. Довольно-таки интересное решение, честно сказать. Мне, например, понравилось. Выпал он довольно-таки качественно. Единственное, саму ручку я бы сделал побольше. У меня есть моя печатная держалка. Здесь ручка прям вот ручка. Можно спокойно держаться. И хватает как раз на хват. Здесь же, конечно, в разы меньше. Ну что же, я думаю, все равно это лучше, чем ничего. И довольно-таки удобно можно привыкнуть. А магнит очень хорошо держится. Пока просто не стал приклеивать. Нет определенного какого-то прям места в моей дислокации. И самое интересное и самое, наверное, то, от чего я испытал восторг, это бокорезы от фирмы Redgrass. Они идут с одной режущей кромкой. Стоят довольно-таки дорого. И честно, я не возлагал на них каких-то надежд. Ну, бокорезы, бокорезы. У меня их, в принципе, много. У меня есть бокорезы китайские, у меня есть бокорезы вот такие. Причем, я не могу сказать, что вот эти бокорезы, они дешевые. Они не дешевые, они стоят в районе 1000 рублей. И они неплохие в каком-то роде, но у них дверяющие грани. И поэтому срез получается не всегда ровный. А от Redgrass, в принципе, вот когда на них смотришь, ну, бокорезы и бокорезы, да, как бы. Но какой они делают срез, это просто что-то феноменальное. Это даже, по моему мнению, возможно, превосходит даже бокорезы от Tamiya. Возьмем литник. Я сейчас занимаюсь сборкой четверки. Скоро будет ролик на канале. И отрежем вот этот вот толстый элемент. И посмотрим на то, как режут эти бокорезы и, в принципе, Redgrass. Это сравнение я пока не делал. Самое главное, что они отрезают без усилий вообще. То есть вам не нужно предлагать каких-то титанических усилий, чтобы бокорезы отрезали. Вот, смотрите. Это одна режущая кромка, да, одна режущая грань. То есть вы без усилий каких-то делаете ровный срез. То есть нет ни сколов, ничего. То есть это именно отрезанный элемент. То есть белое, это именно отрезанный элемент, когда нож проходит по пластику. И бокорезы, у которых две кромки, которые стоят в районе тысячи рублей. Во-первых, ты прилагаешь усилия. А во-вторых, при прижимании пластика, он довольно-таки здесь мягкий, при прижимании пластика он отрезает немного, а остальное просто отламывает. То есть центральная часть, она просто выламывается. И вот эти бокорезы, я ими пользуюсь уже, наверное, месяц с небольшим. Мне они безумно нравятся. То есть это вот лучшее, пока что я держал в руках. Хотя внешне они абсолютно ничем не примечательны. Бокорезы как бокорезы, но они просто шикарны. Также фирма производит кисти. А у меня есть три. То есть это 2.0, 2.0 и синтетика для дайбраша. Довольно-таки неплохие кисти. Острый кончик, плотная набивка практически не линяет. Хотя дайбрашем я не работал еще, работал только двумя нолями и двоечкой. Два ноля довольно-таки крупная. По большому счету, если брать тот же Рублев, то это будет где-то единичка, наверное. Хорошие кисти, ничего не могу сказать, но они крайне дороги. В комплекте, если заказывать с официального сайта, но это не подтвержденная информация, это мои догадки, что вам пришлют вот такой вот рекламно-обучающий буклет под авторством Геральдеса. Очень хороший художник. Вот его фото есть здесь. На отличнейшем просто уровне выполнена глянцевая бумага, все прям хорошо. Вот, кстати, палитра маленькая, о которой я говорил. То есть это XL, а это обычная влажная палитра. Здесь показывается о всех продуктах, которые выпускает данная фирма, правила пользования, то есть как пользоваться данной продукцией. Но это не самое интересное. То есть вот они, градиенты, которые вы можете выполнять, и потом использовать всевозможные цвета, то есть в зависимости от того, какой вам нужен для плавного перехода. Но это не самое важное. Самое важное я сейчас вам покажу. То есть во втором блоке данной книги идет разбор именно по цветовому кругу, по теории цвета. Небольшая помощь людям в плане того, как выполнять контрасты, какие цвета сочетаются, какие не сочетаются. То есть это довольно-таки интересно. Тем более, если вы знаете английский язык. А если не знаете, то можно, в принципе, по смыслу догадаться о том, как это все работает. В третьем блоке рассказано о разведении краски для выполнения различных художественных эффектов. И по большому счету, если вы только начинаете свой путь в росписи, вам это будет довольно-таки интересно. Понятно, что это все дано на, скорее всего, определенной краске, скорее всего, в Олехо это. Но в то же время это, знаете, как базис какой-то, которому стоит прислушиваться, присматриваться и понимать. И здесь уже действительно идет уже понятие о том, как можно с этим работать. Если вы вообще не знакомы с тем, как выполнять роспись, то, по большому счету, это будет в какой-то степени полезно, что вы можете делать сразу на одной палитре. У вас будет и тень, и базовый цвет, и высветление, и плюс глейзы еще. Это очень поможет тем, кто не знаком с понятиями вообще росписи. Понятно, что это не истина в последней инстанции. Это попытка помочь тем людям, которые часто пугаются при слове, допустим, там, дайбраш или глейз, или что-то подобное. Они просто не понимают, о чем идет речь. Здесь все прекрасно описывается. Те же методы росписи в седьмом блоке. Как это вообще выполняется, что такое нон-метал и прочее. Очень интересно, кстати. Действительно, полистать подобную литературу. Особенно, если вы не знакомы с этим. В четыре этапа просто мы рисуем глаза у фигуры. Это самый распространенный вопрос, как нарисовать глаза фигуре. То есть, вообще фирма делает очень хорошие вещи. Мы рассмотрели часть продукции от фирмы Redgrass. Советую вам присмотреться, если вы начинаете свой путь в хобби, или если вы уже давно в хобби, но не знакомы с такими вещами, как влажная палитра. Многим она как бы чужда и до сих пор, я не знаю почему. Самое главное, к чему призываю, присмотрите к бокорезам. Это действительно очень хорошая вещь. И она стоит каждой копейки, которую за нее просят. Всем, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео. Скоро у нас будет сборка четверки и диорамка по ней. Ставьте палец вверх. Всем пока.